Субтитры создавал DimaTorzok И что мы можем показать на телевидении? То есть ты руководишь всем? Мы можем показать на телевидении вообще все, что мы захотим. Например, мы можем показать тебя-меня. Во-вторых, мы можем показать твои фотографии. В-третьих, мы можем показать какие-то видео, которые относятся к теме нашей беседы. А какая тема нашей беседы? О, вот это вот существенный вопрос. Вопрос такой. Мы традиционно уже несколько лет подряд проводим в Шаломе так называемые встречи с интересными людьми. До этого они проходили в зале. Человек, известный в нашем комьюнити, приходил и отвечал на вопросы. Ну, рассказывал о себе, о своих, так сказать, фактах биографии и так далее. Ему задавали вопросы. Но это люди, как правило, были уже знакомые с другими нашими товарищами и известные у нас в комьюнити. А сейчас у нас происходит мероприятие, которое, во-первых, происходит онлайн, хоть оно и называется встреча с интересными людьми. А во-вторых, оно происходит с человеком, о котором комьюнити не то чтобы знает, но слышала чуть-чуть, немножко. А по отношению ко мне оказалось, что, ну, вообще говоря, могли познакомиться лет шестьдесят тому назад, как на всякий случай. Семьдесят. Ну, семьдесят, да, где-то. Ну, я из скромности. Вот. А потом оказалось, что мы познакомились совсем недавно, еще, наверное, двух месяцев лет. Причем это знакомство произошло, как многое в нашей жизни, внезапно, неожиданно по своему сюжету. И очень интересно, и очень всеобъемлюще, потому что в это наше с тобой знакомство, оказывается, вовлечено большое количество людей, о которых даже не всех мы знаем сейчас. И, может быть, мы еще узнаем. То есть наши общие знакомые, наши общие пересечения, какие-то в прошлой жизни и так далее. Вот. А поводом, конечно, явилась твоя книга, о которой я узнал совершенно случайно из e-mail твоей подруги. И тогда я пошел по фотографии автора на обложке. Я вдруг увидел, что я с этим автором учился в одной школе когда-то, в старой жизни. Потом мы созвонились, и потом все поехало и покатилось. Вот так с этого началась книга твоя для меня. И наше знакомство с тобой так началось для меня. Откажи, пожалуйста, как началась эта книга для тебя. Мы сейчас живем во время локдаунс. И локдаунс существует минимум два года. В прошлом году, в августе, одна из моих знакомых пришла и сказала, Оля, ты должна написать историю своей жизни. Естественно, я отказалась мгновенно. Это никому не интересно и нечего тратить зря время. Но моя подруга, скажем так, имела другую точку зрения. И она мгновенно сказала, ты ничего не понимаешь. А вдруг твоим внукам захочется знать, как все происходило. Откуда они узнают? Ты единственный человек, который можешь им в этом деле помочь, если у них будет интерес. И вот эти два предложения купили меня с потрохами, как говорится. Я подумала, это очень разумно. Это очень интересно. Не только для меня, но и для них. Если мне удастся рассказать интересно о том, что было и как было. Я согласилась. Когда я согласилась. Я попала в ситуацию, которую все знают так или иначе. И смысл ситуации в том, что если бы я знала, что за этим будет следовать, за решением написать книгу, думая о внуках, я бы ни за что, ни за какие ковришки не согласилась. Дело в том, что у меня очень плохие технические навыки. И из ситуации, где я всегда знаю, что происходит, понимаю, что происходит, и могу влиять на то, что происходит, я попала в ситуацию, где я знаю, что надо, я знаю, как надо, но я ничего не умею делать руками сама. И найти людей, которые бы это делали, я считала совершенно невозможным. Это была ошибка номер один. Моя подруга, которая помогла мне начать написание книги. Вот с этой стороны все начало происходить. Очень трудно. Очень неожиданно. И это продолжается. Например, книга была написана, книга была опубликована, называемая self-published. Я ее опубликовала, да. И много экземпляров книги было получено людьми, которых эта тема интересовала. А какая же это была тема? Это была тема о жизни с момента рождения в 1944 году до настоящего времени. Как я понимаю, цель — это донести нашей публике, ну и не только нашей, а той, которая будет тоже смотреть эту нашу передачу, донести до нее сведения о том, как выглядит история еще одного человека, который жил когда-то там, потом приехал сюда, и что с ним происходило, и какие полезные наблюдения этот человек сделал в ходе всей своей эволюции, и какие полезные выводы могут сделать те, которые с этой эволюцией и с этой жизнью познакомятся в конечном случае. Вот это я вижу нашу задачу. И так я вижу наше сотрудничество. Поэтому, скажем так, в подобных интервью очень неправильно, если один человек задает такую жесткую линию, вопросов и загоняет человека, которого он спрашивает, такие узкие рамки, из которых он не может выйти. Я очень хорошо понимаю, что в беседе двух, скажем так, равноправных собеседников каждый из них, отвечая на вопрос, выходит на свои собственные ассоциации, о которых может вообще не догадываться, другой собеседник. И я тебя приглашаю не отвергать эти свои возможные ассоциации и выносить их вот сюда на экран, ну, в эфир, скажем так. Вот так я вижу нашу задачу. А ты как? Для меня задача менялась. В августе прошлого года была задача сделать что-то для того, наука. Затем задача изменилась. Уже внуки перестали быть центром ситуации. а просто люди, которых я знала и знаю сейчас, они заинтересовались. То есть практически то, что книга существует, это заслуга большого количества людей. Вот эти люди, которые помогали, у которых были идеи, они очень помогли. И это было второе общение, первое общение, внуки, второе общение, друзья, знакомые, приятели и люди, которых я никогда в жизни раньше не видела, которые помогали. А потом абсолютно неожиданно появился третий вариант, третье направление. Это направление тоже было неожиданным. Я приехала в Австралию 33 года назад и за эти годы максимально основное общение было на английском языке, на работе. Начала работать через 4 месяца после приезда и дома. Поэтому когда люди... Я не хотела на самом деле что происходит? Я теряю русский язык. Я горчина тем, что я теряю русский язык. Но с другой стороны, то добро, которое дал английский язык не только мне, а большому количеству инвекантов, трудно переоценить. Итак, что такое третье направление, скажем? Третье направление это сюрприз-сюпрриз. Люди стали интересоваться книгой и говорили о том, что, к сожалению, они не могут её читать. Они могут посмотреть на фотографии, а для чтения не хватает английского языка. И вместо того, чтобы мне, вместо того, чтобы начинать что-то изменять, пришла очень способная и спокойная без напряжения идея перевести книгу на русский язык. Значит, сейчас очень чёткая цель перевести книгу на русский язык и дать возможность русскоговорящим евреям в Нильбурге и в Австралии и русскоговорящим евреям в Германии, где достаточно много людей интересующихся. Мне довольно трудно, я не знаю, чувствуется или нет сейчас разговаривать, потому что говорить на английском языке мне значительно проще, чем говорить на русском. Но тем не менее, я думаю, идея ясна. На сегодняшний день основная задача перевести книгу на русский язык. это правда, это правда. Ты сказала о том, что в процессе того, как ты жила здесь, работала, общалась, у тебя расширялся круг общения. Этот круг общения, вообще говоря, расширяется у каждого из нас в течение всей жизни. как эти проблемы. Если ты не сидишь за дворником под своим столом или где-то ещё, и общаешься с людьми, причём общаешься лично, по переписке, онлайн, ещё как-то, то более-неволе круг общения расширяется. Вот ты назвала круг общения русскоязычные евреи. А ты уверена, что не евреям русскоязычным это не будет интересно? То есть иными словами, что не евреи русскоязычные тоже, наверное, прочтут эту книгу с интересом. Потому что многие обстоятельства жизни там для неевреев были просто незнакомы. Они об этих особенностях не подозревали. И когда сталкивались с ними впервые, они были, как правило, ошеломлены. Просто ошеломлены. Могу привести примеры собственной жизни. Меня когда-то не хотели оставить в аспирантуре в институте. Ну, по известным причинам. И когда я спросил, как начать аспирантуру после красного диплома, мне рассмеялись и говорили, ну, вы знаете, что у нас для вас мест нет. Ну, хорошо. Но прошло сколько-то лет, вы со мной связались с людьми из этого института и сказали, вот там есть некая кафедра, на которой известны вашей работы и заведующий кафедрой попросил нас пригласить вас для работы на этой кафедре там в качестве кого-то. Я говорю, спасибо за приглашение, но меня туда в этом качестве не возьмут. На что мне ответили, вы себе представляете, о чем вы говорите? Заслуженные деятели науки, профессор и так далее, и так далее вас приглашают. Что, ему кто-то сможет возразить? На что я сказал, пожалуйста, попросите его, чтобы он проконсультировался с соответствующими товарищами, пропустят ли они мою анкету в отделе кадра. И через несколько дней мне позвонили с дикими извинениями. Они сказали, что профессор, доктор науки, заслуженный деятель, он был ошеломлен новостью, что евреев в Харьковский авиационный институт в аспирантуру не берут. Вот, как сказать, элемент жизни. Элемент жизни. А из твоей книги, в общем-то, многие вещи на эту тему становятся известны. И, может быть, не только евреям будет интересно эту книгу читать. Я так думаю. Так, ты читаешь? Опять, возвращаемся к последней фазе. Задам. Последняя фаза может быть будет интересно другим. И оказалось, что, во-первых, нельзя быть зацикленным еврейским. Безусловно. Я никогда бы не знала, что я еврейка, если бы у меня была антисемитизма в городе, в котором я жила, и в школе, в которой я училась, и в университете, и в список удлиняется. А когда меня научили, то ты не такая, как все. ну, наверное, возникло желание быть не только такой, как все, а ещё и чем-то другим. Говоря о том, кому будет интересно читать, с моей точки зрения, и на самом деле это не моя точка зрения, это много людей, говоря со мной на эту тему, высказывали удовлетворение, что и не почитали желание, узнать больше. Это всё пришло благодаря тому, что русскоязычные люди, не только евреи, а люди, которые разговаривают на английском языке, и их желание узнать очень легко удовлетворить, потому что книга существует. И есть ещё сейчас ситуация, когда есть много людей, которые хотят узнать и хотят понять, как всё было. Очень важно, в моей точки зрения, понимать, что понимание книги, понимание жизни зависит от большого количества людей, как я сказал. людей, эти люди, их много, может быть, 10 человек, может быть, 20, может быть, Каждый имеет свою историю. И когда очень важно не отмахиваться от людей, это то, что мы делали в той или иной степени в нашей бывшей жизни, в связи с большой сегрегацией. Сейчас и в этой стране этими принципами каждый может узнать, если он хочет узнать. очень важно не отмахиваться от людей, не считать, что мы лучше, чем кто-то другой, потому что это становится стеной, к которой очень трудно сойти. Поэтому, и тем не менее, когда мы говорим сейчас о русскоязычных людях, мы говорим с людьми, которые могут организовать доступ к людям большого количества людей. И если не забыл, я хочу еще раз сказать, что у меня практически нет умения пользоваться современной технологией. И это становится все сложнее и сложнее. уважать себя, не имея этого доступа. Точно так же, как люди мне помогли с книгой англо-говорящей, точно так же я надеюсь, что люди помогут мне перестать бояться компьютера и всего, что с ним связано. ну да, вот этот мотив мне очень понятен насчет бояться компьютера, потому что у меня так сложилось, что уже достаточно много лет я занимаюсь обучением ребят нашего возраста в работе с компьютером. И один из первых мотивов, с которым я встретился у своих, так сказать, слушателей, одним из первых мотивов является мотив я боюсь компьютера. Я обычно спрашиваю, а кто тебя настораживает? Чего ты боишься? Что он тебя укутит, взорвется, ну я не знаю, что еще он может такого сделать? Нет, я не знаю, я боюсь его испортить. А почему ты боишься его испортить? Ну вдруг я что-то не то нажму. И тут я начинаю рассказывать, что компьютер так устроен, что он рассчитан на человека, не имеющего никакого представления об его устройстве, имеющего представления только о том, как нажимать кнопки, какие и в каком случае. И он так устроен, что если ты нажмешь не ту кнопку, он тебе скажет, товарищ, эту кнопку нажимать не нужно, а нужно нажимать вот эту. И если ты возьмешь с ним в руки и пойдешь по пути освоения компьютера методом, как называется, тыка, методом проб и ошибок, то очень быстро ты с компьютером подружишься. И вот с таким тезисом многие мои, так сказать, слушатели, друзья и знакомые довольно быстро освоились с компьютером. Стоило им только забыть о том, что они его боятся. Вот и все. Поэтому я понимаю твой мотив. Человек себя чувствует несколько ограниченным, когда он попадает в среду, которую он не может контролировать по каким-то причинам. То ли не умеет, то ли у него нет ресурсов, то ли еще чего. По моей просьбе Миша поделился своими впечатлениями об этой книге. И он написал так. Нибер сама за себя говорит и в каких-то особо разъясняющих предисловиях не нуждается. Это чудесная семейная хроника, написанная младшим членом семьи портреты людей на фоне эпохи. Простите за клише. И вместе с фотографиями читается взахлёб. Мы видим и узнаем всех этих людей, о которых пишет Ольга. Нам понятны их чувства, страхи и надежды, свойственные в той или иной степени любому человеку в любую эпоху. Они понятны всем и будут понятны всегда, но для читателей новых поколений и иных стран стоит напомнить, что ужасы, знакомые им по кино и книжкам Гитлер, Сталин, война, холокост, голод, доходящие местами временами до людоедства, для Ольгиных родственников были обыденной жизнью, были средой и бытом. Представить себе это невозможно, но можно, читая, об этом помнить и понимать, как и насколько такая среда определяла характеры людей и их отношения между собой. Такая жизнь требовала стойкости и упорства, смелости и выдержки, решительности и целеустремлённости. Те, у кого их не было, не выживали. Тут ещё можно было бы многое добавить, но те, кто знают, знают и так. Ну, а меня чисто по-человечески подкупает личность автора. Еврейская девочка, пусть из польской фамилии, но советская власть знала, кто она на самом деле. Умевшая пробиться в доценты в Харькове 70-х, стать одним из лучших специалистов, своей области, это уже само по себе уникальное явление. Солидный учёный врач, вдруг ушедший из официальной медицины в эзотерические учения и помогающий страдающим людям и там ещё более уникальны. И всё это Ольга. Но к этому добавлено ещё совершенно уникальное человеческое обаяние, которому невозможно, да и не хочется противиться. Вот это обаяние чуть-чуть краешком ощущается и в той книге, что Ольга предлагает читателю. Они и Ольга и книга говорят живо, быстро, увлекательно и оторваться трудно. В памяти читателя будут теперь жить и Дора Берлинер, и Сергей Яструбецкий, написанные их дочерью ярко и живо, и вся эта большая семья первой половины прошлого века. Сказать всё это короче, говорю, отличная книга, рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok